Металлопоиск Приветствую всех любителей металлопоиска и в особенности новичков тех, кто еще не приобрел свой прибор или только это сделал Основной вопрос, который встает перед новичками в поиске это вопрос, где искать Действительно, вопрос этот, наверное, становится основным в тот момент, когда у вас есть металлоискатель когда есть лопата, все оборудование когда вы жаждете находок Но именно в этот момент этот вопрос возникает и ставит большое количество новичков в тупик Тем не менее, ответить на этот вопрос достаточно просто Ничего сложного в том, чтобы начать металлопоиск имея необходимое оборудование на руках Нет Для того, чтобы начать свою поисковую карьеру и не разочароваться в поиске следует выбрать для себя место поиска Итак, где же искать? Мы не будем сегодня перечислять много мест и вариантов Но самое простое решение для любого новичка это поездка в те места где сегодня существуют старинные поселения Сейчас перед новичками открыты очень большие возможности Интернет-пространство позволяет отыскать старинные карты описания описания ярмарок и так далее Вы всегда можете посвятив небольшое количество времени выяснить какие из существующих ныне поселений существовали и в прошлые века и определив такие поселения вы можете совершенно свободно ехать туда и на местности решить где же вам искать Итак, представим себе что вы нашли на карте старинную деревню что старинная деревня существует и до сих пор Замечательно Приехав на место вы увидите естественно дома и окружающие эти дома поля Вот эти поля и будут тем местом где можно спокойно стартовать в вашем желании искать древние и старинные находки Поля которые примыкают к нынешним поселениям и которые существовали в прошлые века накапливают в себе огромное количество металлических предметов Естественно здесь будет достаточно много мусора но и полезные находки здесь обязательно будут Это только так кажется что мы ходим по земле и в ней ничего не лежит На самом деле земля скрывает в себе просто несметное количество всевозможных металлических предметов и это первое ощущение которое возникает у поисковика новичка при первом его выходе в поле Конечно здесь как я уже сказал будет много мусора но люди которые жили в этом поселении в этой деревне перемещаясь по полю производя работу на этом поле естественно теряли какие-то предметы которые находились вместе с ними если мы говорим про старые времена про прошлые века то основные металлические предметы которые присутствовали в обиходе и которые терялись это монеты это пуговицы это элементы конской упряжи и естественно это различные религиозные предметы в основной массе своей это нательные христианские кресты вот на такие предметы вы можете вполне рассчитывать когда будете искать возле деревни которая существовала на протяжении нескольких веков также если вам повезет вы можете попасть на то место где эта же деревня стояла лет 300-400 назад дело в том что есть такое понятие плавающие деревни представьте себе что деревня здесь зародилась 400 лет назад но простояв 100 лет неожиданно сгорела жители деревни не желая покидать это место просто построили деревню в стороне отступив от пепелища метров 100-200 старинные карты на которых была обозначена эта деревня не отличаются точностью поэтому при наложении карт старинных на современные естественно есть очень большая вероятность погрешности так вот проявив свои поисковые способности а вы начав поиск я уверен будете совершенно по-другому смотреть на окружающий ландшафт вы можете обнаружить такое место где деревня стояла 300 лет назад и в таком месте находок будет очень большое количество но нужно только найти это место еще одним интересным местом для поиска могут стать для вас старинные деревенские дороги дело в том что до сих пор в России существуют грунтовые дороги связывающие деревни и дороги эти существуют веками опять же накапливая в себе достаточно большое количество интересных находок люди передвигались по дорогам теряли монеты теряли кресты пуговицы теряли украшения и множество других интересных старинных предметов в такие места тоже очень любопытно наведаться и проверить эти дороги и опять же дороги эти как и деревни плавали только плавали они чаще потому что в распутицу крестьяне передвигаясь по сельским дорогам все время отступали от наезженной колеи дабы не тонуть в грязи соответственно ту колею которую вы видите сейчас нельзя рассматривать как постоянную и пройдя по одной колеи найдя находки можно отступать от нее в стороны примерно на 20-30 а то и 50 метров и прочесывать эти места обнаруживая и обнаруживая очень интересные артефакты и находки я подсказал вам всего два места куда вы можете поехать на своем опыте я могу вас заверить что такие места обязательно принесут вам находки а для новичка это самое главное проявляйте выдержку спокойствие не раздражайтесь от большого количества мусора металлического который присутствует в земле учитесь и упорно ищите свои находки уверен они у вас будут удачи увидимся удачи удачи Продолжение следует...